После обеда спустилась прям, можно сказать, на нулевой этаж, к причалу, к воде. Вот идем на ступенечко. И я чувствую, что туман не разведнился, а стал еще сильнее и гуще. Есть вариант сходить к башне и сходить к одному пруду. Вот чуть-чуть поудалю от башни, там 4 километра нужно пойти. А, тут прохода нет. Ну ничего. Да, глубоко. Ну не то, что сильно глубоко, но так. Не мелко, не мелко. Вот еще тут, по-моему, есть выход на второй этаж, но там сейчас конференция идет. Давайте пойдем посмотрим, что здесь. Быстренько. Тут все между собой соединено. Красивый такой вид. Тут мостик, где мы вчера проходили. Тут все соединено и деревья, и все-все-все на свете. А как же нам дальше пройти? Вот мне интересно, по вот этой вот длинной тропинке, куда идти? Там нет выхода. Сверху это... А, вот так вот, может, можно будет как-то пройти. Пришла я на другую часть озера. Вот так все выглядит в тумане. Абсолютно не видно отеля, берега. Причал чуточку виден белого цвета. И все. Вот такой вот туман. Такое чувство, что там обрыв. Вот это ориентир. Домик на скале. Ну как, не домик, а беседочка, да? Люди чуть-чуть прогуливаются. Я, наверное, пойду прогуляюсь чуть-чуть под дождиком. Ну, дождя нет, знаете, он так моросит немного. Мне мама говорила всегда, вот собираешься в школу, не знаешь, брать зонтики или не брать. Если туман, значит дождя не будет. Оно чуточку, капельку капает. Не сахарное, не растая, все нормально. Это место, куда я сейчас направляюсь, там есть башня и есть подножье башни, маленькое такое озеро. Я не знаю, оно рукотворное или природного происхождения. Имеет это озеро форму, если с правильного угла посмотреть, в виде сердца. Ну, как бы сердце соус-шоу, но тем не менее. На карте, вот допустим, если я со спутника смотрю, оно не похоже. То есть еще с какого ракурса, да, обойти посмотреть. Еще есть такое тут, типа Лилипонт, можно, понт это типа озеро. Озеро Лили. Тут так хорошо свежий воздух, сосной пахнет. Тут не страшно, тут есть люди, есть рабочие, освещение есть, есть электроэнергия в лесу, да, на горе. Очень тут спокойно, тихо и невероятно приятно свежий воздух по аппаратнике. Отойдем вот туда наверх, а вы идете вместе со мной. Мы поднялись на вершину горы. Здесь есть большая такая карта, гигантская просто. По идее, если видеть карте, мы находимся где-то вот здесь. А вот то озеро Лилипон, куда я хочу пойти, ну вот что-то круглое, то есть овальное. Или что? То, смотрите, это не дождь капает, это капельки. Вот башня, ребята, вот она. Ее вообще не видно. Оно, это озеро. По-моему, оно из бетона сделано или из чего-то такого. На сердце не очень похоже, честно вам скажу. Вот она башня, видите, вот она башенка. Вообще ничего не видно. Я не знаю, насколько, до нее метров 20. Как такое может быть? Скажите мне, как такое может быть? То есть это очень близко, это недалеко. Вот это озеро. В виде сердца. На гугл мапс оно действительно было в виде сердца. На фотографиях. Вот, не на спутнике. Вот. И вон она башня. И вы со мной вместе. А как туда подняться? Кто-нибудь знает? То, что если я знала, как подняться, я не знаю, где найти вход. Так, капли листьев светок, пожалуйста, с деревьев не капайте. Вот эта мошкарня опять, как обычно. Куда же без нее? А интересно, она глубокая. Вон там какой-то шланг. Если видно, нет. Сзади там вот шланг. Ну, не фильм ужасов, но что-то рядом. Я не могу сказать, что тут как-то страшно, но не страшно тут. Но она близко. И мы с вами на вершине горы. Еще раз прошу прощения за ветер. Я на это повлиять никак не могу. Вот. Хочу сейчас подняться по ступиночкам. Насколько я знаю, это мемориал. Когда я задалась вопросом, ну, типа, мемориал это типа кладбище или просто памятник или что? Ну, я не хочу ни помочь, чем останков ходить, что мне это не сильно мне понравится. Я объясню, что вроде бы там нет никаких останков. О, еще одна лужица. И там должен быть как бы обрыв. Видно, как это называется, на город. Где-то там в Далина, Нью-Йорк. Ну, вместо города вы видите то же самое. Белое. Видите то же самое, что и я. Вот оно. Но она невысокая. Ну, как пятиэтажный дом. Как у нас в городе. Ой, мы с вами на вершине горы. Закладывать ли у меня уши? Нет, не закладывать. Внутрь пойдем? Не, не хочу. Честно, на склеп похоже. Надеюсь, там точно ничего, я самки не вижу. Ребята, вы видите то же самое, что и я? По-моему, это Бэмби. То есть огененый тек. Ну вот. Я стою. И вот он стоит. И он не боится. А что его привлекло звуки камеры? Там еще один. Из-за тумана не видно. Такой хорошенький. Да. Махнул ушками. Так, куда мне идти, ребят? Сейчас надо спросить гугл. Так. Скай, топ, вот, one way. Ага, спасибо. Сейчас посмотрим, где мы находимся. То есть мы уже близко. А по-моему, мне надо идти походу сюда. Правильно? Ну, скажите, вроде правильно. Так, все, идем в эту сторону. Идем. Тут на горе есть и электричество, и телефон, и туалет, и, как это называется, навигация, да? То есть карты есть большие, цветные. Потому что я в черно-белых там не сильно понимала. У меня есть с собой такая дорожная карта. Нам при регистрации в отеле выдают обычно такую информацию. Ну, есть телефон, если он принимает обычно в таких местах, не сильно хорошо сигнал ловит. Так, где-то здесь должно быть маленькое озеро. То есть наверху даже электричество все есть. Вот, очень удобно. Вот я вижу уже воду. Хорошо. Так, то есть мы где-то близко. Мы сейчас с вами как раз пришли на это место. Лилипунт. Камышей сколько? Че жаба не квакает? А лилий много. Вот видите, он весь заполонен. Абсолютно весь. Покрытый лилиями. Такая беседочка. И я. На фоне лилий. Мне что же надо сюда показать? Лилии фиолетовые в белом. А я как раз в розовой кофте. Практически синхронно. Я все еще удивляюсь, как они построили эти поручни. Чтобы не скатывались вот эти вот проходы. Со ступенечками, с деревянными красивыми. Вот этими вот построечками. Ну, конечно, диву даешься, когда что-то такое делается интересное для людей. Я понимаю, что это все влетает в копеечку. А сутки здесь стоят пожелания от 360 долларов. Сувениры тут тоже недешевые, я вам хочу сказать. Поэтому смысла их покупать нет. Абсолютно. Я видела фотографии этого места, именно пруда. И гостиницы зимой. Люди говорят, что зимой красивые фотографии. Там все понятно. А осенью и весной, допустим, мало куда пойдешь, потому что холодно. И вот видите, вот там за деревьями все белым-белым. То есть там вода. Вот там вот, там вот это все вода. Видно, не видно. Сейчас давайте вот так вот чуть-чуть покажу. Вот она водичка. Там какая-то пристань. А ну пойдем туда, сходим. Пошли. И вернемся мы по этой дороге. Вот, то есть тут не то, что выехал в лес куда-то и все, и потерялся, и ты заблудился. У тебя есть навигация, у тебя есть возможность спросить. Люди здесь встречаются, те же отдыхающие. Ух ты, ух ты, какое милое место. Себя покажу тоже. Ладно, пойдемте, наверное, сейчас уточним у телефона, куда нам идти. То есть мы должны где-то быть... А, господи. Хм... Если я пойду в эту сторону, куда я выйду. Только не говорите, что тут развилка. Так еще раз уточняю. Я такой человек, что могу в двух соснах заблудиться. У меня времени осталось, кстати, один час. Мне через час уже уезжают. Мне надо будет идти на парковку, искать эту машину. Вот мы пришли оттуда. Там даже есть на камушках красной краской указатели, куда идти. Только нужно быть осторожным, потому что камни очень скользкие. Сейчас мы так обойдем. Выйдем как раз на место, где... То есть башня вот там, наверху-наверху. По-прежнему ничего не видно. Не разведнулось. Последний кадр уже на башне. Вот она наверху. Вот она, вот она. Где мы были. Если вы можете полазить по горам. Покарабкаться чуть-чуть. Проветрить свою голову. Подышать свежим воздухом. Тут свежий, приятный воздух. Почему бы и нет. А потом вернуться опять в город с машинами. Немножко покайфовать. Не обращая внимания на погоду. Раньше как-то я... Ну, что... Нету солнца, но и настроение не очень. А сейчас как-то, знаете, на голову ничего не давит. Голова не болит. И все, идем куда-нибудь развлекаться. Очень, конечно, давление сказывается. Но я думаю, знаете, если ждать себя хорошей погоды, ее никогда не дождешься. Не стоит зависеть от погоды. Именно там солнце или не солнце, дождь, не дождь. Если град не падает, молнии не бьют, все, можно идти гулять на свежем острове. Все, я уже возвращаюсь в отель. Спускаюсь вниз по горе. У меня осталось 38 минут. Спасибо вам большое, что вы провели второй день отдыха со мной. Спасибо, что поболтали со мной мыслью отдаленно, даже в записи. Если вам понравилось такого плана видео, ставьте пальчик вверх. Не забывайте подписаться на канал. Тут, кстати, стройка идет. Вот. Я надеюсь, вам было интересно со мной провести эти два дня. Почувствовать как-то ближе ко мне. Я вас почувствовала ближе к себе. Даже на расстоянии 8 тысяч километров. До новых встреч, новых видео. Всем пока-пока.